Праздник Ведения во Храм Рождественским постом, первый такой вот богородичный праздник, собственно, зимой. И наша вот снежная пора, она заряется Божьей любовью, теплом Божьей любви. И вот этот праздник говорит нам о очень важных истинах. А вот, собственно, событие праздника сохранилось благодаря священному преданию. Отчасти оно запечатлено в протеевангелии Иакова. Конечно, текст этот апокрифический, но он достаточно древний, II века. И там сохранились некоторые вот элементы церковного предания. И согласно преданию, мы знаем, что Божья Матерь родилась от бесплодных родителей, и Акима, и Анны. И вот когда святая Анна ожидала рождения дитя, то она в своем сердце решила и дала такой обет, что поскольку ребенок является Божьим даром, то вот когда дитя родится, то следует всецело и посвятить ребенка Богу. И вот у них рождается дочь, которую назвали Марии. И через три года родители решили выполнить свое обещание, посвятив Деву Марию всецело Господу Богу. Они приходят к храму Иерусалимскому. Это была такая торжественная процессия, это существовал особый обряд посвящения Богу тех маленьких девочек, которые в каком-то смысле, ну, на определенный период времени, они своего рода такими вот маленькими монахинями становились. Понятно, что девочки и так ведут девственную жизнь, но тут они еще и всецело устремлены были своими мыслями к Богу, и дела их были всецело связаны с храмом. И вот впереди шествовали уже взрослые девы со светильниками, а маленькую трехлетнюю Деву Марию отец ее святой Иоаким поставил на первую ступеньку, ведущую к храму, а там всего 15 ступенек. И вот эта вот маленькая дочка, она сама без поддержки взрослых проходит этот вот путь ступенек, что, конечно же, символизировало ее такое вот беспрепятственное духовное восшествие к Богу, что совершилось впоследствии в ее жизни. А сверху ее встречал первосвященник, который вводит ее в храм, совершает молитвенное посвящение ее Богу. И сохранилось также вот одно из таких вот древних преданий, что первосвященник по особому благодатному воодушевлению, это было действие Святого Духа, он вводит Деву Марию во святая святых. Самая сокровенная часть храма, вот у нас есть алтарь, но в алтарь священнослужители могут каждый день входить. А в ветхозаветном храме Святой и святых — это такое вот исключительное по своей святости место, куда лишь первосвященник и то однажды в год входил с жертвенной кровью, чтобы вымаливать прощение народу за соделанные грехи. И Божьим действием первосвященник именно туда вводит Деву Марию, тем самым предуказывала, что, собственно говоря, Пресвятая Богородица сама становится храмом Божиим, святым святых, потому что в ней и через нее воплотился Сын Божий. Она вынашивала Сына Божия, Спасителя мира. И таким образом сама Пресвятая Богородица становится храмом и святым святых. Ну, а вот что именно она делала при храме? Существовал особый порядок жизни. И вообще при ветхозаветном храме с внешней стороны ограды храма там уже были выстроены такие вот трехэтажные здания, поскольку мест не так много. И вот эти трехэтажные домики помещались, они примыкали к стене, внешней стене ограде храма. И там жили лица, посвященные Богу, то есть некоторые священнослужители. Затем были особые отделения для назареев, лиц мужского пола, которые дали особый обет аскетической жизни, молитвенного служения Богу. И вот также были помещения для дев. И вот в одном из таких помещений жила Пресвятая Богородица. А чтобы они, вот такие вот маленькие девочки, не проводили время впустую, то их жизнь была организована во многом по монастырскому, как бы мы сейчас сказали, уставу. Их обучали не только грамоте, но и священному писанию. В то время это было, конечно же, ветхозаветное писание. Их обучали основным правилам благочестия. День проходил в молитве и исполнении самых разных послушаний, трудов для блага храма. Конечно, они наводили порядок, и потом мы знаем из церковного предания, что Пресвятая Богородица, вот когда она уже возросла, ей было поручено прясть пряжу для пелены, для завесы, которая как раз вот закрывала святое святых от святилища, основного храмового пространства. И вот Божья Матерь, она этому рукоделию тоже обучалась в храме. И вот можно представить, насколько это была даже вот чисто вот внешне благочестивая жизнь, потому что твои глаза видят только святое, твои уши слышат божьи заповеди, божье слово. И это очень имеет огромное значение. Что видят наши глаза? Одно дело, это какую-нибудь грязь в интернете, или наши уши слышат разную ругань посреди наших вот мирских улиц. И другое дело, когда и глаза, и уши воспринимают чистые, светлые впечатления. И вот событие введения во храм, оно говорит нам о том, что мы и своих детей должны вот самых малых лет приводить именно в храм, чтобы посредством зрения и слуха их маленькие души наполнялись чистыми, светлыми впечатлениями. Но кроме того, вот Пресвятая Богородица, ведь каждый ребенок, он тоже по-своему откликается на Божий призыв, всегда остается в свободной воле. Даже у самого маленького малыша он может хотеть, а может и не хотеть находиться в храме, молиться или слушать Слово Божие. И вот Пресвятая Богородица, как раз вот у нее и душа, и в ней возник отклик на Божий зов. И вот этот отклик она пронесла через всю свою жизнь. И мне вспоминаются писания старца Силуана Афонского, который вспоминает так, он говорит в своих записях, когда я был послушником и молился молитвой Иисусовой перед иконой Божией Матери, то вот в храме находясь и слушая пророчество Исаии, измытись и чести будете. Я подумал, что, может быть, Божья Матерь допустила хотя бы в мысли какое-то прегрешение, какую-то, ну, мысленную нечистоту. Ведь всем сказано, измытись и чести будете. И тут же вот, когда он же совершал молитву, и эта мысль пришла у него, мысленный вопрос у него возник во время молитвы. И тут же, говорит, мне был дан ясный ответ, тоже мысленный, как некая свыше светлая такая вот мысль посетила, явный небесный ответ. Божья Матерь никогда не согрешила даже мыслью. То есть она находилась в храме, где все свято, но и внутри нее самой тоже была святость, чистота. Она не согрешила ни одной своей мыслью, ни одним своим чувством, каким-то вот движением, душевным или телесным. И в этом как раз причина ее избрания. То, что именно ее Господь избирает, как свою земную Матерь. И вот праздник ведения во храм, он еще говорит нам о чем? Это о цельности жизни вообще, о том, что жизнь должна быть цельной. Ведь многих родители приводят в храм, или сами многие приходят в храм, но как они пришли, так и ушли. Такое бывает вообще в нашей жизни, что мы беремся за какое-то дело, а потом бросаем. Кто-то берется за искусство, кто-то за литературу, кто-то за иностранные языки, но потом становится лень, скучно, и человек бросает, начатое дело не доводит до конца. А вот Божья Матерь, она была именно такой цельной личностью, что начатое, она доводила до конца. В детстве она уже была посвящена Богу, и это посвящение Богу, она пронесла через всю свою жизнь. И вот тайна Божьей Матери как раз заключается в ее смирении и в ее любви, и в ее, конечно же, всецелой верности Богу. Вот этот праздник, ведение во храм, говорит нам о том, что храм Божий свят, он помогает нам хранить наши чувства в чистоте, и храм Божий помогает нам воскрешать наши собственные души. Вот как это было в жизни, допустим, иеромонаха Серафима Роуза, который еще, будучи молодым человеком, Евгений Роуз, он прошел огромный путь поиска истины. Он не знал, где подлинная религия, в чем подлинный смысл жизни. Он изучал и различные философские системы, в том числе философию Ниджи. Он проходил различные мистические пути, изучая религию Востока, индуистско-буддистскую практику, медитацию и так далее. И вот во всем этом не находил, не было отклика в сердце. И только однажды он зашел в православный храм, а это был вообще храм русский, хотя и в Америке. И вот как он сам вспоминает, богослужение шло на непонятном для него языке. Он еще не понимал ни одного обряда, но сердце ему уже точно сказало, «Твои поиски окончены, ты дома». А почему так? Потому что храм – это и есть наш родной дом. Мы можем потерять родных, близких людей. Мы можем потерять свое жилище, скитаться по миру. Но если мы приходим в храм, то мы всегда имеем родное жилище, потому что в храме Божием сам Господь Бог. В храме Божием Пресвятая Богородица, вот как она была введена во храм, на самом деле она остается и пребывает в любом уже храме своей благодатной силой. В храме нас слышат святые. И неважно, пусть кто-то, допустим, из людей, пришедших в храм, он колко нам что-то сказал или не так себя повел. Но мы же пришли не ради людей. Мы пришли ради Господа, который живет в храме и открывает нам в храме свои любвеобильные объятия. Вот об этом нам и говорит Божья Матерь в праздник своего введения во храм. И последнее, что нам остается вспомнить, это то, что Божья Матерь, собственно, это ведь Новая Ева, Ветхая Ева, согрешила. И в итоге люди утратили рай. Они были изгнаны, скажем так, из первозданного райского храма. А Божья Матерь, как Новая Ева, Ева вообще переводится как «жизнь», она вводится во храм и тем самым символизируется, что начиная с Божьей Матери, начиная с Новой Евы, человечество тоже уже вводится в небесный храм, в небесный Иерусалим, в райские обители, потому что от Божьей Матери родился Христос, Спаситель наш, а Пресвятая Дева ходатайствует о нем, о каждом из нас, если мы молимся ей самым сердцем. Храни всех Господь, дорогие братья и сестры, сердечно вас с праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова